Дайджест недвижимости Кировские теплоснабжающие организации проверят на готовность к отопительному сезону. Проверки стартуют 1 августа. Список подлежащих им организаций утвержден распоряжением городадминистрации. Всего в нем 29 компаний, в том числе Кировская теплоснабжающая компания, Кировские коммунальные системы, Нововятский лыжный комбинат, Вятский фанерный комбинат, Водоканал и другие. Организации должны представить схему теплоснабжения, в соответствии с которой будут поддерживать температурный график, заключить договоры на поставку топлива, провести гидравлические испытания и обеспечить работу аварийной и диспетчерской службы. Проверки завершатся до 1 ноября. Как уточняет портал Айкиров.ру, сейчас в областном центре к наступлению холодов готова лишь пятая часть домов, а паспорт готовности к отопительному сезону получила одна управляющая компания. Гидравлические испытания продолжаются на 250 участках теплосетей. Дайджест недвижимости Аренда однокомнатных квартир подешевела в большинстве городов России. Об этом говорится в исследовании портала МирКвартир по итогам первого полугодия 2017-го. Эксперты проанализировали динамику цен в 69 крупных городах страны. Падение в сегменте однушек зафиксировали в 42 из них. В среднем по России снижение составило порядка 2%. Лидерами списка стали Казань, Липец, Красноярск, Нижний Новгород и Брянск, где аренда подешевела на 9-12%. Снять однокомнатную квартиру в среднем стоит от 9 до 13 тысяч рублей в месяц. Рост в сегменте однушек продемонстрировали 27 городов. В лидерах Сургут, Якутск, Иваново и Саранск. В Кирове по итогам полугодия аренда однушек стала дешевле на 4,5%. Двухкомнатные квартиры потеряли в цене около 2%. А вот трешки демонстрируют рост на 7,5%. Аренда трехкомнатной квартиры в нашем городе в среднем обойдется в 17 тысяч 400 рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости.